Вдох, выдох. Всероссийский благотворительный флешмоб «Задержи дыхание», направленный на поддержку больных, муковисцидозом, дошел до Чебоксар. Участников автопробега встречали студента Чебоксарского медколледжа. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Сколько секунд или минут вы можете продержаться без кислорода? Эти ребята уже получили ответ на данный вопрос и поняли тех, кто каждый день борется за глоток воздуха. Муковисцидоз – болезнь генетическая. Вылечить ее полностью можно только с помощью трансплантации легких. Оксана Петрова получила здоровые органы в 2015 году. Светуана Хмедзянова – волонтеры. Вместе они побывали уже в 28 российских городах. Чебоксары, 29-й. Проблема актуальна у нас во всех регионах. Причем, чем дальше от Москвы, тем больше проблем у ребят. С лекарствами, с тем, что вот с необходимостью перебраться на какое-то время в Москву, там проживать в ожидании операции. Человек должен жить в 2-3 часах от центра трансплантологии, потому что сами легкие, донорские легкие, они, ну то есть дается все 6 часов, не то, чтобы их пересадить в рецепент. Вот этот важный момент, который многие не понимают. Один из жителей Чувашии уже стоит в листе ожидания на пересадку. Всего же в республике такой диагноз у 59 человек. И каждый хочет дышать полной грудью. Про вот существующие вот эти вот проблемы, про них начали говорить. Это первое. Второе, очень важная вещь, что очень много молодежи к нам присоединяется в городах. То есть, например, точно знаем, что в некоторых городах ребята, которые были на наших встречах, они захотели стать волонтерами. Присоединиться к акции просто. Обложить посты в соцсетях с хэштегом «Задержи дыхание», а также отправить пожертвования в фонд «Кислород». Средства идут на оплату лечения нуждающимся в трансплантации. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Расиль Мухаммедов, Республика.